Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий Успех и Академия Настоящего Успеха. А в сегодняшнем подкасте я приветствую вас с того самого места, где 28 июня 1914 года началась Первая Мировая Война. И началась она с убийства герцога Франца Фердинанда и его жены Софии. Это город Сараева, Босния. Не только этим знаменит этот город. Этот город также знаменит тем, что здесь в 1992-1995 году проходила война между сербами и боснийцами. Этот город находился более трех лет в осаде сербов. На этот город с высот летели бомбы и мины каждый день. В среднем 330 мин разрывалось здесь в городе. Когда приезжаешь сюда, оказываешься здесь, сложно себе представить, как оно могло быть. Но когда смотришь фотографии, ты понимаешь, насколько ужасные события пережили люди в этом городе за эти три года. Здесь все напоминает еще о войне. Многие фасады уже отштукатурены. Но большинство фасадов пока что еще содержит огромное количество дыр от разрывавшихся снарядов. И 11,5 тысяч человек погибло здесь. В голове это никак не укладывается. Как люди могли дожить до такого? Как могли те, кто стояли наверху на горах, просто как в тир приходить каждый день, чтобы пострелять живых людей? Именно мирных людей, а не военных. Вы можете мне сказать, Николай, ты же тренер по успеху, ты же тренер личностного роста, ты же должен говорить о позитиве. Почему ты сейчас говоришь о войне, а не о негативе? А я вам скажу, настоящий тренер личностного роста отвечает за то, что он вокруг в своем жизни создает. Если вы хотите думать только о позитиве, ходить по улице и улыбаться, лично для меня это означает, что вы хотите абстрагироваться от той реальности, которая есть. К сожалению, на сегодняшний день наш мир еще наполнен мраком, наполнен грустью, наполнен печалью. Люди убивают людей. Я уже не говорю о том, что люди убивают животных. Люди специально выращивают животных, чтобы их убивать. Если вы действительно приверженец личностного роста, раз уже вы смотрите мои подкасты, слушаете мои аудиоподкасты, то я хочу вам об этом еще раз сказать. Нет, настоящий тренер личностного роста никогда не будет о негативе молчать, потому что он понимает, что если он свое мнение, свою мысль выражает, он тем самым влияет. Я считаю, что каждого человека, ну как минимум на постсоветском пространстве, сюда, в Сараево, в Боснию нужно привезти, показать пробитые стены, показать фотографии, показать видео того, как люди жили здесь без воды, без еды и под непрерывными бомбежками. И трупами была устелена вся земля. Нам, людям, нужна привилка. Потому что если мы слишком позитивно по миру идем, это означает, что мы не хотим видеть то, что есть в нашей жизни – негативное. И более того, абстрагируясь от негативного, мы с себя тем самым ответственность снимаем и не влияем на мир. Потому что от каждого из нас зависит, начнется следующая война или нет. Кто-то из великих сказал, если это случилось однажды, это значит, что может случиться снова. Другой человек сказал, для того, чтобы позволить злу процветать, все, что нужно, это для того, чтобы хорошие люди молчали. У меня вопрос к вам. Когда вы видите несправедливость, когда вы видите, что кто-то нехорошо поступает по отношению к другому человеку, или к народу, или к нации, или к религии, что вы делаете? Вы говорите себе, это меня не касается, это не обо мне, это пусть они сами разбираются, а я ведь позитивный человек, я просветленный человек, я думаю только о хорошем. Знаете что? Я сейчас скажу, вы мерзавец. Потому что в тот самый момент, когда вы знали и видели, что вы могли вклиниться, вы могли сказать, вы могли выступить, вы могли выйти на центральную площадь своего города, своей страны и заявить о беспределе, о беспорядках, о том, что что-то должно быть изменено, вы отстранились. А значит, вы не воспользовались той возможностью, чтобы на мир повлиять. Первая мировая война началась с одного убийства, просто одного убийства герцога. А через шесть недель Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Все начинается с небольшой искры. И часто вы можете быть в том моменте, когда вы эту искру загасите. Поэтому лично в моем понимании, личностный рост, это не о том, какой процент времени в течение дня вы улыбались. А это о том, что вы сегодня, каждый день создавали вокруг себя, для того, чтобы мир вокруг вас улыбался и процветал. И, к сожалению, чтобы люди вокруг улыбались, и был мир вокруг, просто улыбки часто не помогают. Иногда нужно брать ответственность, выходить на баррикады, на площади, на Майданы и о своем мнении заявлять. И тогда, когда мы тем самым свою осознанность и осознанность других людей повышаем, вот тогда у нас и появляется шанс и возможность мир на всей планете Земля создать. А до тех пор, пока мы по своим норам прячемся и говорим, это не обо мне, это они недоразвитые, а я весь уже просветленный, я уже вегетарианцем стал. До тех пор будут войны, до тех пор будут люди друг друга убивать, до тех пор Земля не будет светлым местом для жизни, а будет и дальше сущим адом. Вот и все, что я хотел вам в этом подкасте сказать. Можете меня критиковать сколько угодно, но это мое мнение, это то, за что я выступаю и говорю, что каждый человек должен видеть весь спектр и позитивное, и негативное, и негативное в себе и умение принимать для того, чтобы с этим негативом, который есть, работать, становиться лучше, и тогда вокруг позитив уже, позитив засевать. Вот так. С вами был ваш Николай Танский из Белграда, из Сараева, из Боснии, и до встречи в следующем подкасте. Пока!